В прошлом году в нашей стране провели социологическое исследование. Опросили более 6 тысяч человек от 18 до 69 лет. Его результат среди участников опроса курит почти половина мужского населения и чуть больше 12% женского. Многие называют табакокурение вредной привычкой. Медики с таким подходом не согласны. Они утверждают, это зависимость, болезнь. Подход к ее лечению должен быть грамотным, всесторонним. Об этом шел разговор в рамках специальной пресс-конференции. Эта фраза «вредная привычка» очень сильно путает народ, из-за чего люди совершенно неправильно относятся к самому курению. Курение – это зависимость, зависимость от никотина, а зависимость – это болезнь. Из-за того, что везде эта фраза звучала, это вредная привычка, большинство людей искренне считают, что бросить курить очень просто. То есть просто нужна хорошая сила воли. Но на самом деле, по официальной статистике, самостоятельно бросить курить могут только 3% людей. И это не связано с силой воли. Это не привычка вредная. Это болезнь, когда меняется биохимия мозга. И эти 3% людей, по большому счету, это те люди, у которых просто эта биохимия мозга немножко другая. И им проще это сделать. Но нельзя сказать, что это такая ситуация, что ты захотел и бросил. Большинство людей срываются, либо вообще не могут начать. Им нужна помощь, им нужно обращаться к специалисту. Употребление табака стоит на втором месте среди причин смертности. После гипертонии ежегодно уносит жизни 6 миллионов человек. Если ничего не предпринимать, к 2030 году число может вырасти до 8 миллионов. В состав табачного дыма входит около 4000 опасных для здоровья веществ. Они серьезно влияют на весь организм. Помимо очевидного негатива для легких, это еще и нагрузка для сердечно-сосудистой системы. Сразу после одной выкранной сигареты в течение 20 минут у пациента отмечается увеличение частоты сердечных сокращений на 14%. Происходит спазм сосудов, в том числе и на микроциркуляторном уровне, что сразу повышает потребность всех органов и систем в кислороде. Плюс продукты горения, сам никотин, смолы также усугубляют кислородное голодание. Помимо пресс-конференции в городе Надбугом состоялась акция на базе Брестского государственного университета имени Пушкина. Информационно-образовательное мероприятие собрало на одной площадке специалистов сферы здравоохранения и органов внутренних дел, а также центры гигиены и эпидемиологии. В программе анкетирование, демонстрация фильмов и работа интерактивных площадок. Сегодняшнее мероприятие, это как завершающий этап. Мы его решили сделать на базе учебного учреждения, для того, чтобы привлечь молодежь. Совместно с администрацией университета, с привлечением детских коллективов, мы решили таким образом сказать людям, призвать их, чтобы они бросили сигарету хотя бы на сегодняшний день. И, возможно, это станет отправной точкой, чтобы они перестали курить навсегда. Подобные мероприятия проводились на Брещене с 11 по 31 мая. Выезжали специалисты в политехнические, торгово-промышленные и медицинские колледжи. Рассказывали о вреде курения и в рамках иных инициатив. Работа в этом направлении будет продолжена. К проблеме важно привлекать внимание. Удовольствие от выкуренной сигареты не стоит потраченного на нее здоровья. Редактор субтитров А.Семкин